Опа, чирик, черт. Во, еще одна монетка, здрасте. Всем друзья, приветуленьки. У нас тут продолжается золотой колос и 7.54 утра. На самом деле вам может показаться, что у меня дохрена денег и знаете, на самом деле это так. Поэтому наверное стоит рассказать о том, что у нас вообще тут происходило на нашей классной супер ферме. А в общем-то ничего интересного. Последняя серия, которая у нас выходила, мы покупали ферму и это было в воскресенье. Вот он, миллиончик, который мы потратили. С тех пор, друзья, я выполнял различные контрактики и выполнял их довольно-таки большое количество. И поэтому наш баланс сейчас такой, какой есть. Я уже наиграл 146 часов на этой карте. Это просто, не знаю, мне в общем-то нравится эта игра, поэтому на работе я в нее играю. И уже 206 контрактов было выполнено. Кто-то скажет, нахера упарываться в контракты, а вот знаете, мне нравится. Поэтому мы в них упарываемся. В общем-то, что произошло за эти 4 рабочих дня? Хотя на самом деле это можно считать даже 4 реальных дня, потому что время я почти не мотал. Все делал контрактики и все было классно. Короче, у нас, во-первых, прошел стримец. Закрытый. И на этом стримце я доделал карту автодрайва полностью. Для этой карты. К ней, в общем-то, подключены абсолютно все поля, все дороги и все точки продаж, которые относятся к корнеплодам и зерновым. Плюс на базе все триггера я проставлял, кроме заправочной станции, потому что мне это не сильно надо. И триггера стоят, разумеется, на заправках, которые в городе находятся. То есть автодрайв туда спокойно может съездить заправиться. На данный момент вроде как есть проблема с загрузкой из бункеров по автодрайву по курсплею. Но в следующей версии карты эта проблема решится прям 100%. То есть она на самом деле уже решилась. Мне скинули фикс, который это все дело правит. Я проверил, все работает. И карта эта для автодрайва выложена в общий доступ для тех, у кого есть эта карта, в общем-то, в закрытой группе. Она где-то там висит. Далее, кстати, по поводу контрактов и урожаев. Все это время я засаживал сою. И было два или три урожая сои. И, соответственно, я ее не продавал, а все время возил на склад. У нас ее теперь есть почти 90 кубов. И продавать, знаете ли, мне ее не хочется. Все-таки у нас деньги за контракты идут в основном. Я имею в виду работу на чужих полях. Плюс есть 9 кубов льна. Это один прицепчик, который мы, в общем-то, как-то высыпали. И ладно, пусть лежит. И еще с контрактов на чужих полях. Мне на стриме сказали, что какой русский не будет тырить себе урожай. И, короче говоря, да, я его себе потырил. У нас теперь есть еще дохренище свеклы и картофеля. Картофеля не так дохренище, но от свеклы прям дохренище. Потому что было много контрактов на свеклу. И мне нравилось их выполнять. Ну, в общем-то, сою я решил больше не сеять, не садить. Он, кстати, здесь стоит прицеп с тюками для соломы. Которая льняная, которую мы собирали. Я их случайно нашел в кустах. Потому что, потому что да. Потому что они вот сюда поукатывались. Несмотря на то, что у меня стоит мод на то, чтобы тюки не катались, они все равно сюда поукатывались. В общем-то, я решил здесь посеять пшеничку. И в ближайшее время я на своем поле буду парываться в пшеничку, ячмень, кукурузу и, наверное, овес, рожь, может быть. Короче, всякое разное. Будем это дело собирать. И, может быть, когда у нас появится мельница, у нас сразу же будет возможность ее запустить и сделать дохренище всего сразу. Да. Это все круто. Также я подумал о технике. И знаете, что я решил? В автодрайве есть такая замечательная фича, как парковка техники. Можно назначать места, где они будут парковаться. И в итоге, например, если мне надо закультивировать какое-нибудь поле, я просто сажусь в этот трактор. Выбираю поле, которое надо закультивировать. Например, условно, 26-е. Генерируем ему маршрут по крузплейчику. Только надо посмотреть, где находится точка. Точка находится здесь, он приедет сюда. Соответственно, этот маршрут мы генерируем вот из этой точки. Тут есть такая замечательная штука, как место, указанное на карте. Вот из этой точки мы генерируем маршрут. Вот так вот бздынь. Нет, не удалось генерировать. Ну правильно, потому что поле не мое, он не дает. Ну короче, маршрут генерируется просто прекрасно. В дополнительных настройках здесь есть такая штука автодрайв использовать для парковки. И соответственно, когда мы запустим прямо вот отсюда автодрайвик на 26-е поле, нажмем вот эту кнопочку использовать курс плей, он сам отсюда стартанет, доедет до 26-го поля, закультивирует его, приедет и станет на это место. Это очень классная фишка. Но для того, чтобы ей полноценно нормально пользоваться, надо сделать так, чтобы у каждого прицепного устройства, например, вот здесь вот у нас культиватор, да, был свой трактор. И тогда этим можно будет пользоваться прям классно. Ну в общем-то я потом еще обмозгую, составлю список хороший на тему сколько надо техники, сколько тракторов для полного счастья. И будем потихоньку собирать этот набор. И будем парковать их в какие-нибудь классные гаражи, например, вон в те. За бубенем автодрайв и все будет прекрасно работать. Как по мне, эта фишка очень классная. А еще у нас стрельнуло в 0.8 одна минута. А это значит, что пора идти в риелторское агентство. Потому что я хочу себе новую покупку. Значит, смотрите, у нас есть 14 рейтинга. Кстати, давайте посмотрим, за что его мне дали. Один выполненный контракт у нас есть. Это лен. Когда-то мы его давно получили. Больше контракта не выпадает. Вроде как их сделают почаще. От срочных грузов я по понятным причинам отказывался. За несколько уборок своего поля я еще получил 3 рейтинга за молочную площадь. За собранный урожай. За время в игре меня тут отсыпали вообще по первое число. За каждые 20 часов проведенных на карте плюс 1 к рейтингу. Это классно. Ну еще у нас есть 3 собственных объекта. Это 6 поле, 7 поле и ферма. Итого 14. Это нормально. Значится из полей, что нам надо покупать из полей. Для, скажем так, начала. Хорошего начала. Для нашего начала. Во-первых, хочу 18 поле. Оно стоит дешево. Мы делаем на него запрос. Лояльность 100% это прекрасно. Агент связался, ждем ответа. Также, друзья, я хочу 4-5 поле. Но есть одна проблема. Тут лояльность 40%. Потому что у этой девицы, Александры, мало полей. И на ее полях как-то мне не удавалось работать. А еще тут требуется 37 рейтинга. Так, пока нам это не светит. Я понял. Пятое поле. Покупать смысла особого нету. Также из строений собираюсь купить я теплички. Начнем с северного тепличного комплекса. 24 рейтинга надо. В общем-то рейтинг надо тоже фармить. Для чего мне 18 поле, я еще пока не решил. Но вообще хочу накосить там кучу травы. И еще хочу посадить там лес. Потому что весь посаженный лес на карте пилить у меня желания особенно нету. Покупать участок, заморачиваться этим, можно посадить свой. В общем-то с этим мы потом как-нибудь еще поразвлекаемся. И еще для фарма рейтинга, кстати, есть тоже такая замечательная штука, как ремонт общественных объектов. И так как у нас сейчас есть деньги, то я предлагаю по ним пробежаться. Но предварительно нам надо вернуться на нашу базу. Потому что надо отправить работать трактора и комбайн, который будет убирать поле. Ибо там же пшеничка. Пшеничку надо убирать. Бздынь, три клика и все работает. Все закрутилось, все завертелось. Короче говоря, трактор будет ездить кататься, отвозить эту пшеничку к нам на базу уже. Прямиком именно туда, да. А на поле работает комбайн. Я его сначала немножко по кругу пустил, по понятным причинам. Нравится мне такое солому, я решил не выкидывать. Я ее собирать все равно не буду. Кто-то писал, что это невыгодно, можно переделать гранул и срубить бабла, но что-то как-то не хочется с этим заморачиваться, да и мода этого на гранул у меня нет. Так что не суть важна. Кстати говоря, да, о тюках. Мы продавали тюки. Давно. Это тоже было в прошлое воскресенье, а сегодня у нас сегодня, четверг, если верить игре. В любом случае, мы продавали и цена тогда упала. Очень сильно, с 600 до 125. И за эти 4 дня она толком не повысилась. Она постепенно повышается, но в общем-то вроде как в следующей версии, если я понял, что там Игорь писал в чатике, в течении 3 дней она будет подниматься обратно до 100%, если я правильно посчитал. Короче говоря, эти тюки пока что лежат и мы их продавать не будем. И тут соответственно еще на самой ткацкой фабрике две вот такие вот большие штуки. Два прицепа полных и еще то, что оставалось в прицепе. Просто он мне нужен был, пришлось разгрузиться. А нужен он мне был для выполнения контрактиков. На тюковочку. Вы же знаете, что я их люблю. Кстати говоря, по-моему, здесь тоже тюки у нас остались на ферме Кузнецова, да? Мы их сейчас можем продать лишнее. Так, вот эти не можем, потому что это трава. А вот эти можем. Ща мы, короче, еще срубим бабла немножко. Правда, удобнее было бы, конечно, прицеп сюда пригнать, чем по одному тюку это все дело вот так вот носить. Сена по 214 евро продается. Это не так много, но ничего страшного. В общем-то продадим. Силос будет чуть-чуть подороже. Интересно, отсюда он добросит? Ни хрена он не добросит. Слабак. О, да. Ладно, отнесу. Бабосики, бабосики нужны. Все? Больше не принимаешь? Серьезно? Все, он больше не принимает. Я продал просто три тюка несчастных. Короче, емкость вообще маленькая. Хотя может быть 8 утра, поэтому она уже... Кто-то напродавал. Ладно, я положу эти тюки сюда. Трава от сена внешне хоть отличается как-то. Вроде как это была трава. Да, у них разный цвет, судя по всему. Трава более темная. Логично, да? Ладно, сено, значит хрен с ним. Откидываем в сторону. Но силос это, надеюсь, много можно продать. Ферма Кузнецова его вообще не берет, только биогаз. Не круто. Ладно, пускай лежит тогда здесь. Мне, если честно, впадло. Ради пяти каких-то тысяч ехать сюда, забирать их и везти на биогаз, короче, не хочу. Ладно, погнали тогда в магазин, потому что сегодня у нас крупное обновление техники. Точнее не обновление, а покупка техники. Сегодня много чего купим. Что-то будет нужное, а что-то ненужное. У меня всегда много всего ненужного остается. Я не знаю почему, но возьмем. Что-то для антуражек. И короче, сейчас все увидите. Я только до магазина добегу, а то знаете ли, надо... А, я же хотел еще рейтинг себе поднять. Ну ладно, это не проблема, рейтинг мы поднимем. В любой момент это можно сделать. Магазин, смотрите-ка, что мне надо в магазине. Первое, друзья, что мы купим, это будет вот такой вот бортовой Урал, который идет в паке с картой. Стоит он 45 тысяч, 12 кубов и возит он все, что нужно возить на этой карте. Например, семена и много всего другого, что идет на поддонах. Я так понимаю, в будущем к тепличкам его тоже можно будет присобачить. Он может и рассаду возит, я не помню. Короче, возит он всего дохренища. Тут гигантский список. Можно купить, конечно, универсал ман, но... Давайте начнем с Урала. Потому что ман стоит дохрена денег. Жалко, к нему прицеп не крепится. Такой же. Было бы классно. А еще жалко, нет сельхозника. Потому что вот сельхозник, это была просто моя любовь. Также, друзья, абсолютно внезапно... А что здесь курсор так неудобно? Я думал, он исчезнет. Короче говоря, да. Вот так вот внезапно я хочу купить себе буханку. И знаете зачем? На самом деле, чтобы он ездил и заправлял технику. Иногда случается такое дерьмо, когда заканчивается топливо, а техника где-нибудь в поле. И в общем-то можно будет взять буханку и съездить заправить топливом. Технику, у которой это самое топливо кончилось. Если он работает на автодрайве кто-либо, то он съездит сам заправиться. А если нет, то не заправиться. Можно выбрать другие колесики, широкие шины поставить. Кстати, да, по полям можно ездить на таких шинах. Выглядит антуражненько. А давайте возьмем такой. Будет классный такой. Короче, берем ее за 18 тысяч. Буханка просто тоже. Must have. Основная, друзья, проблема в том, что показатель топлива ты за ним не следишь. То есть, конечно, за ним надо следить, но когда у тебя топливо меньше 20%, оно как в 17 ферме не загорается красным. И поэтому можно провафлить этот момент. Короче, на этот случай я себе взял вот такую буханку. Вы вряд ли будете видеть, как я ей пользуюсь. А может и будете, хрен его знает. Тут как пойдет. Но это, друзья, еще не все. Надо еще кое-что прикупить. Надо, друзья, купить еще вот такую вот разбрасывалку для удобрений и извести. В первую очередь для извести, потому что разбрасывалка удобрений у меня есть. Даже две. И то, которыми я не пользуюсь. Я наше поле удобряю всегда с самолетика. Потому что я ленивая жопа. И на самом деле известью я поле еще ни разу не посыпал. Оно вот как в позапрошлой серии мы его купили, оно требовало извести. Вот до сих пор я его известью и не посыпал. А пора бы. Короче, вот эту вот штуку мы тоже возьмем. Пока что вот эту. Она на 19 кубов. Тоже поставим широкие шины для антуражика и ее тоже покупаем. Оно, конечно, пускай стоит здесь. С этим я потом разберусь. Его перегоню куда-нибудь. Нам надо еще, друзья, в садовый центр купить известь. И эту известь надо будет потом еще перевести. Кстати, возможно, Урал умеет возить известь. Есть такая возможность. Есть такая вероятность, что он умеет. Так, известь. Кстати, в 8 утра. С учетом того, что уже в 8 утра ее может остаться немного. Но мы купим все, что есть. Она же недорогая, правда? Слушайте, а ее много сюда завезли. Ее прям вообще много завезли. У нас, кстати, склад маленький для извести. Склады? Ферма известь. 102 куба в себя вмещает всего. Давайте купим 102 куба. Мне кажется, это вполне логично было бы. Извести расходуется много, как правило. 22 тысячи. Е-мое, на что мы тратим деньги? Ладно, известь пускай будет. Потом, когда освободится трактор, я ее отсюда заберу. Семена мне пока что не нужны. На складе есть еще 8 кубов семян пшенички. Пока что будем сеять пшеничку. Я думаю, что еще 2-3 урожая именно пшеницем будем собирать. Ну и теперь погнали чинить объекты общественные. Я вот не помню, сколько их штук. И я не помню, где они точно все находятся. Кстати, вот здесь вот был раньше наш дом. Но сейчас здесь никто не живет. Это, однако, грустно. Ладно, погнали искать. Я точно помню, что 2 двора было. Я помню точно, что вот здесь вот лужайка была. Точнее, клумба цветочная. Давайте с нее начнем. Вырастут здесь цветочки. 7 тысяч денег. Кошмар просто. Но что не сделаешь ради рейтинга. Вот такая вот теперь здесь красота. Ладно, рейтинг дает и слава богу. Далее, что у нас тут? Детская площадка напротив. Давайте ее тоже починим. 4 тысячи денег за горку и перекрашенные турники. Да их даже хреново перекрасили на самом деле. Опять меня обобрали. Кошмар. Я помню точно, что был еще один дворик. Да, вот тут он. Там, где была раньше биржа контрактов. Еще 4 тысячи и опять хреново перекрашенные качели. Качели починили. Да если мне заплатили бы 4 тысячи евро, я бы с удовольствием сам бы это сделал. И фонари вот здесь, я тоже помню. У меня вообще, знаете, ассоциируется почему-то вот эти ремонты с цифрой 7. Все, теперь здесь будет свет, будет красота. Ассоциируется с цифрой 7. Не знаю почему. То ли всего было 7 таких объектов, то ли максимум можно было получить 7 рейтинга. За ремонт вот такой общественных объектов. Просто есть еще такая штука, как ремонт стеллы. За нее дают 3 рейтинга. И если всего здесь чинится 4 объекта из стелла, то это будет 7. Не знаю почему, может я не прав. Если я что-то забыл, ребята, можете черкануть в комментариях. Но вроде бы я ничего не забыл. А может и забыл. Опаньки, монетка. Сдынь, осталось 86. Знаете, друзья, пока мне наверное особо нечего делать. Поехали продадим силос. Хотя у нас тут трактор один. Хотя с другой стороны у нас есть 600 тысяч. И можно было бы их потратить и купить себе новый классный трактор. Э? Как вы думаете? Вообще в будущем нам надо купить, во-первых, вот такой вот классный чизель-культиватор. Но он требует 420 лошадок. Хотя с другой стороны может и не брать его. 8 метров у него. Это на пахоту. Например, если мы захотим парваться в кукурузу или хлопок. Там после каждого посева надо будет пахать. Или чизелить. Эта штука вроде как понадобится. Короче, 420 лошадок требует и 420 лошадок нужен будет трактор. Обязательно нам в будущем понадобится культиватор классный. И я обычно покупаю вот такую штуку. Она мне нравится и себе я изменять тоже не буду. В общем-то ее мы потом и купим. Ее можно на самом деле и сейчас купить. Она не так дорого стоит. 120 тысяч всего. Но ей тоже понадобится трактор, потому что 400 лошадей требует. И надо будет закупаться тракторами. И Вальтеру классную надо будет брать. И Джонника надо будет брать вот этого. И Фенда вот этого мы тоже потом купим, наверное. Куча тракторов будет. Альтернативным культиватором, конечно, будет вот такой вот желтенький. Это уже прям культиватор даже называется. Там дисковая барана. Обязательно кто-нибудь поправит, что там не культиватор. Он культивирует, значит культиватор. Тоже стоит 120 тысяч на 2 метра больше. Но требует на 100 лошадей больше. И в общем-то не знаю. У меня с ним как-то не срослось. Также нам понадобится вот такая вот сейлка. Я ее очень люблю, голубенькую вот эту вот. Она мне нравится. У нее большой бункер. Она, кстати, требует не так много лошадок. 150 всего. Короче, сейлку мы будем брать такую. Это будет наш топчик. Да. И еще возьмем вот такую вот сажалку. На 12 метров тоже. 129 на 1000 стоит. 300 лошадок жрет. Вот падла. Также, друзья, нам нужен будет какой-нибудь супер классный комбайн. Я думаю, что мы обойдемся без промежуточной какой-то версии. Вот, например, РСМ-ку я часто тоже брал более новую. Точнее, более большую. Более большую. Так можно говорить вообще? В общем-то, вот такой вот средненький вариант я обычно в карьерах покупал. Но сейчас, наверное, мы обойдемся без него. И сразу же возьмем что-либо супер классное. Я, правда, еще не знаю, что. Еще не решил. Разумеется, тут 4 кандидата. Кейс, Ньюхолланд. Даже 5 кандидатов. Еще Джоника можно взять. Джоник, Кейс, Ньюхолланд, Фэнд Идеал или Класс. Я, в общем-то, не знаю, что из этого брать. Можете, кстати, в комментариях-то и черкануть, что вы хотите увидеть потом у меня на ферме. А может быть, кстати, и не один комбайн у нас будет. Хрен его знает. И надо будет еще обязательно брать свеклоуборочный. Но свеклоуборочный мы возьмем модовый. С чуть большим бункером. Тут вот есть расширение на 100 кубов. А также к нему можно взять жатки для уборки всего. В том числе и картошки, кстати. Хотя, с другой стороны, мы не так часто будем, наверное, корнеплоды собирать. Хотя, с другой стороны, на контрактах работать будет классно ему, да. В общем-то, вот эту штуку мы когда-нибудь купим. Покрасим ее вот в такой вот оранжевый цвет. Но это все, друзья, не сегодня. Это так, планы на будущее. Еще, друзья, кстати, надо будет купить обязательно косилку. Вот такую вот. Я хочу. Это дефолтная самоходная косилка. К ней сзади можно цепануть тюковщика. Который будет обматывать все сразу в силосные тюки. И можно будет тоже контракты потрачить на эту. Причем бы и нет. Есть еще модовая вот такая. Она чуть пошире, чуть дешевле, быстрее ездит. Но не хочу. Это не такой качественный мод, чтобы им пользоваться. Он как-то пачкается по конченному. Короче, купим потом дефолтное вот это. Кстати, деньги на него уже есть. По факту можно даже брать. А давайте-ка и купим, а. Во. Смотрите, какая классная штука у нас появилась. И сразу же возьмем классный тюковщик. Он, по-моему, 76 тысяч стоил, да? Да. Вот он. Нет, это не он. Вот этот нужен. Вот такой вот тюковщик с обмотчиком. И цвет фольги ему можно выбрать. Давайте розовые зефирки вот такие вот будут делаться. Нет, розовые не круто. Давайте зеленые. Зеленый цвет фольги мы возьмем. В общем-то его мы тоже берем. И смотрите, как много мы всего сегодня накупили. Это классная косилка. Можно будет без геморроя теперь делать эти самые контракты на тюковку. Ты же крепилась? Оно крепится. Видите? Все замечательно. Я помню, когда на свапе я впервые использовал эту связку, было очень много вопросов, как же я все-таки это дело подцепил. И правильным ответом было кнопочка Q на клавиатуре. Хотя я играю на геймпаде, и у меня это кнопочка X. Короче, вот такая вот шайтан машина у нас появилась. И это классно. Когда надо будет делать контракты на сенокос, то у нас есть волковая жатка, есть обычный тюковщик, есть сеноворошилка. Поэтому с этим у нас в принципе тоже справится. Я имею ввиду тюки сена по контракту. Так что круто. У нас кстати еще не было контрактов на хлопок. Но чтобы он появился, контракт на хлопок, надо сначала избавиться от тюков соломы. Потому что чтобы он появился, чтобы контракты на хлопок у меня появились, мне надо кое-что исправить в сэйве. А когда я это исправлю, у меня пропадут все тюки. Поэтому я до сих пор этого не сделаю. Я жду пока поднимется сраная цена на солому. А еще можно кстати вот этот столб убрать, но я не буду этого делать. Мне это не надо. Кстати говоря, раз у нас появилась новая штука для удобрений, а я удобрениями как-то с самолета больше посыпаю все, наверное эти удобрялки имеет смысл продать. От них толку ноль. Так что мы продаем одну и продаем вторую. Надеюсь они были пустые. А то мало ли, все-таки поливалкой мы тоже попользовались какое-то время на первых стримах. Да, кстати о гаражах. Я в прошлой серии сказал, что они не открываются. Так вот я наврал, они открываются на кнопку R. Немножко поменялось, а я такой слепой лошара, короче не залез вот в эту менюху и не увидел, что теперь они открываются на R. Гаражи есть и это прекрасно. Здесь вот их 5 штучек таких классных. Можно будет в общем-то забубенить автодрайв и все будет классно. Собака, не гавкай, ты меня бесишь сегодня. Рыгавкать. Да, еще есть вот такой здоровый ангар. А еще мы потом построим другой ангар. А пока мы строить ничего не можем. Точнее конечно можем, но это очень дорого. Когда-нибудь я на 18 поле посажу лес. Прямо вот здесь. Потом мы его срубим. И все это дело переработаем на мебельной фабрике на брус. Но пока ее нельзя взять в аренду, пока эту механику еще не завезли, мы этого делать не будем. Это дорого. Мебельную фабрику покупать я вообще особо смысла не вижу. Хотя может быть когда-нибудь и купим. Посмотрим. В планах вообще было купить все, что можно на этой карте. И мы будем к этому стремиться. Вот такие друзья пироги. Я думаю, что на этом серию закончим. Да, она получилась довольно короткой. Даже полчаса игрового времени просто ушло на запись. Просто по факту сейчас тут занимаемся мы работами на полях. Интересного особо сильно ничего не происходит. И я вам вот так вот отчитался за мои прошедшие дни. Я там скидывал скриншотики кстати в дискорде. Там в ютубе в сообществе кстати кидал какие-то работа. Может быть для спонсоров проведем стримец. На котором поболтаем и поделаем контракт какие-нибудь в прямом эфире. Почему бы и нет. Ну и будем дальше собирать денежки на технику. На рейтинг. На рейтинг, да. Собирать денежку. Рейтинг будем собирать. Потому что рейтинг нужен. Если появится какой-то контракт, я об этом вам обязательно расскажу в следующей серии. Точнее если появится контракт, который я возьму. Потому что не факт. Я могу его пропустить. Потому что это может быть контракт например на подсолнечное масло. А я не могу нигде взять подсолнечного масла. У меня его нету. У меня нет завода, а брать его в аренду я не хочу. Да и не могу. А если бы мог, то не захотел бы. Кстати смотри сколько у нас тут свеклы. Картошки не так много. Вот свеклы до хрена. Ее кстати можно будет тоже продать. Ладно. Это все такое уже лирическая какой-то болтовня моя ненужная. Смотрите у нас есть до хренища контрактов. Опаньки. Тут у нас и свекла. И картофель. Посмотрите какие жирные контракты то. И кучу натиковки. И в общем то мне есть чем развлекаться. Да. Что то постримим. Что то не постримим. Деньги мы сегодня все потратили. Ну не все, но почти все. Так что как то так. Друзья. Давайте соберем до хренища лойсов. А то что то в последнее время вы стали лентяями. Лайкусиков мало. Из-за этого потом мало просмотров. А из-за малого количества просмотров. Мне меньше хочется пилить новый ролик. Это же все взаимосвязано. Вы же знаете. Вот. Тем кто хочет смотреть серии заранее. И закрытые стримы. Можете оформить дешевенькую спонсорку. Надо покосить траву кстати здесь. Да. Просто покосить. Я вот думаю еще с ямами поупарываться. Как нибудь в ближайшее время. Почему бы и нет. Ладно. Со всем этим разберемся потом. Всем друзья. Огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем покаки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!